Мария Освенна Кнебель в 1966 году на своем авторе-реферате «Процесс становления режиссера» написала Владимиру Михайловичу «Я хочу, чтобы вы к 70 годам вашей жизни любили бы искусство так же, как люблю я. Не забывайте меня. От всей души желаю вам хорошо жить, хорошо работать и всегда думать, что искусство и жизнь нельзя разделить». Эти замечательные слова Мария Освенна Кнебель. Мне кажется, что Владимир Михайлович через всю свою жизнь проносит эти замечательные слова, потому что искусство и жизнь в этом замечательном режиссере, в этом замечательном человеке, она сочетается, и разделить действительно их невозможно. И жизнь, и искусство. Это необыкновенное проникновение прежде всего в автора пьесы, в автора того произведения, которое ставит режиссер. Эту заповедь Мария Освенна Владимир Михайлович пронес через всю свою жизнь. И действительно, несмотря на разные поиски в нашем большом театральном мире, завет этот Владимир Михайлович соблюдает. Вообще попасть в руки Владимира Михайловича – это до какой-то степени счастье, потому что он не то, что он верит артисту, и артист это сделает. Нет, он создает условия такие, когда артист сам начинает находить свое личное решение, свое сострадание, свое понимание, свое личное обращение к зрительному залу. То есть этот момент подлинного русского театра, проникающего в человеческую жизнь, в человеческую судьбу, поднимающего человека, поддерживающего его, это, наверное, самое главное всегда было в малом театре. И Владимир Михайлович с 68-го года в театре, как всегда говорил Михаил Иванович Царев, все вопросы к Белесу, все вопросы к Белесу. Это не, это, так сказать, до какой-то степени, может быть, восприниматься как шутка, но в ней большая правда. Потому что Владимир Михайлович, он всегда был и есть внутри театра, внутри, в самом ядре театра, он как домовой театр, он знает все, он знает, понимает, направляет, прислушивается, и в этом он творчески всегда соотносит себя со временем, в котором живет театр. Это, может быть, самое главное. Так что, Владимир Михайлович, перспектива большая, работы будет много, я так думаю, я уверен в этом. И то, что вы идете, так сказать, в тандеме с художественным руководителем, с Юрием Михайловичем, это тоже обнадерывает. Потому что вы держите вот это, то живое предание, живое предание, которое передано нам нашими великими мастерами. Дай Бог вам здоровья и творческой радости. Дорогой Владимир Михайлович, я хочу от себя лично, от всего театра, поздравить тебя с твоим юбилеем, пожелать тебе здоровья, счастья, всего самого-самого доброго. И вот, когда я вспоминаю тебя, когда я вижу тебя, у меня на душе становится почему-то так легко и свободно, потому что встречаю человека, который мне близок, очень дорог, и когда мы с тобой в спектакле «Последние жертвы» сидим за кулисами, обсуждаем разные проблемы и театра, проблемы в жизни, так хорошо и уютно с тобой. Уютно, потому что что-то есть между нами общее, и вообще между артистами малого театра, которые любят вместе, мечтают вместе, работают вместе. Есть то облако счастья, то облако объединения, которое передалось нам со стариками, мы это очень ценим. И вот, вспоминая, как мы с тобой работали в Дельце, когда ты играл моего друга Вердолена, мы искали в этих друзьях, в этих бывших солдатах, солдатах французской армии при Наполеоне, вспоминали и нашего императора, ходили на сцене в бой, сражались под Бородино, вместе бежали оттуда, забрав русские ложки. Володя, дорогой мой, мне очень хочется, чтобы мы еще раз с тобой, не раз встретились на сцене, чтобы мы принесли с тобой пользу нашему великому малому театру, чтобы все твои студенты, которых у тебя очень много, которые тебя очень любят, и ты замечательный педагог, уж я не говорю, что ты профессор, это само собой, но ты, сколько я спектакль, который я смотрел, я много смотрел, мне поражает, как ты умеешь из студента вытащить его органику, его энергию, его суть, вытащить из него, это самое главное. Вот, и мне хочется, чтобы ты был счастлив. И в театре, и, конечно, дома, чтобы все твои близкие были рядом всегда с тобой, они тебя поддерживают, а для артиста это самое важное гнездо. Если есть гнездо, есть за тобой, так сказать, твой тыл, то и артисту хорошо, и он еще больше может сделать на сцене. Я тебя люблю, счастья тебе, благополучия, и до встречи. 50 лет тому назад, действительно, мы закончили Щепкинское училище, вот наш курс под руководством Виктора Ивановича Коршунова. Я помню, пришел на консультацию, и он мне задал вопрос. Вот я смотрю, Вася, ты плохо учился, а ты здесь тоже будешь плохо учиться? Ну, я наглый был, я говорю, ну, я еще сюда, Виктор Иванович, не поступлю. Он говорит, ну, иди, уходи отсюда, уходи, чтобы я не видел здесь. Ну, в результате, так сказать, такого и оказался на курсе. Он был, действительно, молодым совершенно педагогом, но он сделал одну, так сказать, хитрую, педагогическую вещь, что он взял еще более молодого педагога, Юрия Мифовича Соломи. Вообще, надо сказать, что Виктор Иванович, он очень умело собирал команду всегда. У нас на курсе были замечательные педагоги. И Павла Захарина Богатыренко, и Наталья Васильевна Шаронова, Марина Петровна Никольская, Юрий Михайлович Соломин, Ну, и, конечно, Немировский, первый фехтовальщик среди артистов. Вот если вспоминать, действительно, то, что было в 60-м году, у Виктора Ивановича было, конечно, необыкновенное желание поделиться. Опыт, я так понимаю, был не очень большой. Ну, там было, сколько там, 30 с чем-то лет, да? Но вот это необыкновенное желание, заразительность и фанатизм, который у него был и остается до последнего, последних всяких дел, которые он переживает, преданность театру, преданность своей профессии. И еще, у него, так как он закончил художественный театр, вот это соединение художественного театра и малого театра, где в художественном театре требовалось, что ты делаешь, с кем ты разговариваешь, диалог, действия, задачи, предлагаемые обстоятельства. Это особенный, так сказать, уклон в педагогике художественного театра, как я понимаю. Он это перенес в Шепкинское училище. Плюс, он понял, что на сцене малого театра царит необыкновенная эмоциональная заразительность, которая передавалась от стариков малого театра, с которыми он встретился после художественного театра. И вот это сочетание школы художественного театра и познание принципа игры в малом театре, и это давало такой очень интересный коктейль, я бы так сказал. Это все было перенесено на нас, на студентов. Поэтому у нас на стене висел большой плакат, на котором мы написали главное выражение Виктора Ивановича Коршунова на первом курсе, когда после любой работы самостоятельной он просто говорил «ну и что?» И мы повесили «ну и что?» И действительно в этих вот часах уже я понимаю, что в этих трех словах это был принцип действительно что ты хочешь, что ты добиваешься. Не просто вольтажируешь или просто юморишь или себя показываешь, какой я обаятельный, а просто зачем? Зачем ты вышел делать ту или иную работу? Мы немножко, конечно, оглядывались на эмоциональную заразительность Виктора Ивановича и, естественно, молодые птенцы очень сильно подражали. Тоже немножко, так сказать, вольтажировали, так сказать, немножко глаза горели и главное знали, что Виктор Ивановичу это понравилось, чтобы было эмоционально. Ну и каких-то вопросов мы, конечно, перебирали. А вот Юрий Мефодич тот нас тоже останавливал. Он останавливал и, надо сказать, он ближе нам был. Он все-таки был ну, на сколько, лет на 70 старше, так сказать, нас, а некоторых он был, а некоторых на курсе он был просто ровесник. Ролей было в театре у него мало и он все вымещал на нас. Он все за нас показывал, все за нас играл и потом он признал, что это для него была большая школа. А Волков в свое время Виктор Иванович сказал простое правило, что если ты хочешь быть педагогом, то ты должен быть оставаться вечным студентом. И вот, надо сказать, что Виктор Иванович это пронес через всю свою жизнь. Он любит и уважает чужой труд. Вот это, мне кажется, одна из самых его таких значительных качеств. потому что не было, когда он уже был директором, да не только, когда директором, когда просто как актер, не было, вот на моей памяти, ни одного спектакля после первого прогона, сдачи художественному совету, не было ни одного спектакля. Чтобы он не пришел за курицы к актерам, к каждому подошел бы и сказал два-три слова. И что самое главное, что эти слова, хотя они могли быть и замечаниями, так сказать, что-то ему не понравилось, но в словах сквозила им тонация поддержки. Поддержки на будущий спектакль. Царь Петр Алексей всегда начинался с одного ритуала. Я приходил к вам, Виктор Иванович, опускался на колени, прижимался к вам как к отцу и говорил, пап, ну что, начнем? Это, наверное, может понять только артист. И артист, который встречается в работе со своим педагогом. это ощущение неповторимое. Это действительно, в этом есть какая-то загадка совершенно. Тем более, еще по пьесе. Виктор Иванович, отец, я сын. Это, он, кстати, очень хорошую нам привил одну, так сказать, мысль, что уж если ты вышел, я помню эти слова, если ты вышел, так ты уж работай и лучше не выходи. Хотелось бы, Виктор Иванович, поздравить здоровье. И, как говорится, ученики выстраиваются в очередь, чтобы Виктор Иванович своей сильной рукой хлопнул на ученика во щеке и сказал «Здравствуй, родной! Здравствуй! Ну, как дела, родной?» Ну, иногда можно так сказать, вот так, но это приятное ощущение, когда тебя твой педагог, твой учитель, человек, который в принципе поставил тебя на ту тропку, по которой ты идешь всю жизнь и делом, которым ты занимаешься, от этого дела ты счастлив. Вот за это ему большое спасибо, что он выбрал. Выбрал 55 лет тому назад, 54. Виктор Иванович, золотой мой, дорогой мой, любимый, будьте здоровы. Самое главное, мы вас очень любим, будьте с нами. я каждодневно встаю в 5 утра и тружуц, ты же никакого труда не терпишь, ни мирного, ни военного. И еще же легкие забавы, которые только веселят человека. Администратор Василий Бочкарев тоже из своих, из актерских, отвечает за порядок вечера. Равняться есть на кого. Главное, он любит, любит свое дело. А без любви в театре делать нечего. А вот познакомьтесь, позвался наш администратор. Вы вообще кто? Ограрник. Ограрник, отойдите. Спасибо. Хорошо. Вообще надо приходить. Блоги, забыли, банды, любви, мир, потому что вы уже на представление автомобилей. Ну вот, не боя. Марин, тебе ключи? Ключи! Как там? Не подходит. Вот на что это у вас? Это ваш ключ. Да что? Да. Давайте открываем. Откроем? Давайте. Откроем. Давайте. Что же вы скрывали, что у вас ключ есть? Не открывай. Опять? Не подходит. Куда идти? А это сейчас. Давайте я отвечу прежде всего поклониться Нижегородца. Поклониться им отмановым театром, поклониться им за то, что да, вот на этой замечательной русской земле, в этом замечательном русском театре работала, жила и копила все, весь талант свой раскрывала Галиньяна. Конечно, если бы не было вас, если бы не было этого театра, то, конечно, и этого случая, этой закономерности случая, когда она попалась на глаза руководителям малого театра, конечно, если бы этого театра не было, то не было Галиньяна. В 79-м году я встретился с ней, вот тоже придя в театр только, и она совсем недавно была приезда в Турбумавл театре. Начали репетировать бальзамин. Горис Александрович Луфанохин, он спрашивает, Галиньяна, ну, скажите, как вы работаете, вот как вы с ролью, вот что-то. Ой, очень просто. Вы бы не дали роль? Я поняла, что это я. Просто. И после этого он практически не делал ее никаких замечаний. она мне говорила всегда перед выходом, когда мы начинали работать, вообще там была замечательная компания, особенно в этой семье, в которой я родился. Я досмотрел на нее и думал, какой может быть Миша у этой Марна? Просто подумать об этом, она стоит, как я, и вот, что это за Миша? Ну, и все. Еще была Варвара Абухова, которая, так сказать, дополняла эту полную комнату смеха. И она мне говорила, Вася, ну, а теперь мы взлетаем с тобой на облако. И все. Вот я ей так благодарю, потому что, наверное, как она была замечательной, говорит, мало получить роль, надо еще выиграть партнером. И она, вот я вообще не думаю, вы знаете, вот в Малом театре есть заказка, она есть такое улыбка, оставшаяся от великих актеров, от великих старов, и вот оно есть, оно есть, но к нему надо попасть, вот надо туда запрыгнуть, надо к нему присоединиться, надо найти этот контакт, и контакт, и этот океан раскроется. Вот она долго шла, и вот это для нее открылось, ей стали оттуда, такое ощущение, что ей подавали знаки, она передавала это, передавала это мистическое явление в Малом театре, оно действительно есть, есть. Вот. И я хотел бы закончить в общем, она все-таки сохранила завет своего учителя, который говорил, чтобы быть актером, актрисой, нужно сохранить себе детскость до самого последнего часа жизни. И она это сохранила. Она действительно была ребенком. И жил ребенок. Вот если сегодня вечером называется маменька, то можно было назвать маменька доченька. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще Кирилл конечно Кирилл Вадим сделал удивительный для нас удивительный подарок. Значит он заключается в том, что как один из его друзей замечательно сказал, И я могу это подтвердить. Кирюша и я говорю, давай поговорим про тебя. У нас в театре, в Малом театре, есть такие люди, которые говорят, а давай поговорим про тебя. Этим отличался еще один наш замечательный великий актер Аннасик Коченков. Который говорит, давай поговорим про тебя. Это так замечательно, давай поговорим про тебя. И вот нам сегодня Кирюша подарил такой подарок, что он продолжает диалог с нами. И эта книжка замечательна тем, что здесь есть пьеса. Пьеса здесь есть он и есть его партнер, есть его друзья. Есть те люди, которые с ним шли по жизни. И эта книга получилась как, я не знаю, как спектакль. На даграмке шел спектакль Высоцкий. Вот сегодня у нас спектакль. Кирюша, замечательный сценарий и замечательная книжка. Я хочу просто поклониться многим тем людям, у которых, во-первых, родилась эта книжка. Поклониться всем, кто в этой замечательной комнате существует в 1933. Потому что от них, конечно, исходила инициатива. От Ольги Андреевны, от всех нас, от театра. Вообще эта идея, эта мысль, она существует по традиции малого театра. Но так получается, что и рутина театра, и бытовые вещи, как-то так они растворяют эту замечательную идею. И она как-то остается невоплощенной. Недавно мы сделали книгу, театр сделал, и все, кто к ней принимали участие, про Татьяну Петровну. Как это замечательно. Вот была эта презентация. Когда в книжке была заключена жизнь страны. А в этой книжке заключена поэтическая судьба художника, поэта-человека. Я, чтобы каждый из нас может много говорить, я хочу только две строчки сказать. Это Серёженька сказал про Кирюшу. Две строчки. По-моему, это гениально. Вроде бы он движется со всеми, но по-своему. Очень нравственно и чисто. Замечательные слова. Вот это, я считаю, такой бриллиант, когда друг, зная своего друга, может так сказать. Это замечательно. И вот, вы знаете, сегодня, если можно, я несколько стихотворений прочту. Потому что, естественно, простите, я наизусть. Я очень хочу поблагодарить Ольгу Андреевну, поблагодарить Казарина за вот этот подарок, когда хочется сказать. Знаете, когда один актёр снимал с одного великого артиста, и когда дело дошло до получать деньги, он сказал, «Просите меня, сколько я вам должен?» Хочется сказать за те дни, проведённые около микрофона со стихами Кирюши, хочется сказать, «Боже мой, кому мне заплатить за это счастье?» «Я вырос таким хорошим, аж тошно». Ну, это несложно. Нужны родители, сказки, книжки-раскраски. Нужны во дворе мальчишки и книжки. Потёртый мячик футбольный и бьют, а тебе не больно. И вдвоём, и твои одноклассники, и классики, начерчены у девчонок. Коробка из-под буталина, урок на асфальте, длинный, 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 а иногда продлёнка. Я хорошист. Ищу на карте, где конда, чистый лист. И нужны десять копеек на пломбир. И мир совсем не много. Моё любимое стихотворение. «Опять растает всё, что выпало вчера. Порожка босой нафухнулся с утра. Он думает о том, как можно жить в стране, Где каждую зимой всё время тает снег. На улице потоп в начале января. К тому же городском плохой у воробья. К ревнатому ему выходит по всему. Пора менять страну. Пора менять страну. Пора менять или сдох. На полос и суму, пока ещё не сдох или не утонул. Страна идёт в одно. Не зря бархатый стриж по осени рвану со всей семьёй в Париж. И как оставить дом и двор, которым рос, Где ты плевал зерном, а иногда навоз? К тому же здесь твои подруги и друзья нет, Что не говори, а улетать нельзя. Здесь стало всё родным, и здесь отец, и мать, И перелётным им на родину плевать. Едва с теплом не ах, И не достать еды сейчас же в небеса. Хохолы, курлы, курлы. А нам с этим берёз чужбина не нужна. К тому же там навоз синтетика одна. Пусть нам отклевать плевать, Мы всё равно оставимся клевать родимое зерно. В этой замечательной книге есть начало Кирилла Владимировича. Когда он проходил экзамен, Вступительный при Юрии Викторовича, И Юрий Викторович сказал, Кирилл, скажи, крик мне, здравствуйте. Крик мне, здравствуйте. Кирилл, зачем? Нет, ну вот я прошу вас, крик мне, здравствуй. И вдруг Кирилл крикнул. Замечательный. Эй, привет! Нюанс, да? И как он Ленович сказал, Лена оставила роль после гастроли театра, Которого она работала. И говорит, звонила ему, Кирилл, Кирюша, что делать? У меня роль осталась в малом театре. Он говорит, это хороший примет. И она сбылась. Мне очень хочется поклониться. Родители, прежде всего. Потому что Людмила Александровна, Папа, все. Мне кажется, что из гнезда могут вылететь именно такой птенец. Именно из такого гнезда. И еще кто-то очень хорошо написал, что Кирюша набирал период жизни. Вот он набирал, а потом становился другим. И вот я смотрю на фотографии его. Вот Кирилл один, потом Кирилл другой. И последние фотографии. Это совсем другой человек. И я сейчас смотрел фотографии, эти замечательные, которые очень большую любовь им подобную. Я смотрел, думаю, Боже мой, но ведь вот такое лицо это не просто лицо, это суть на лице, суть человеческой. Никакой игры. Как Анатолий Васильевич Эппорт говорил, чтобы сниматься в кино, нужно это заслужить, нужно идти на это право. И как жалко, чтобы такое лицо, такой тип, человеческий тип, мощный русского автора. Жалко, что это не проявилось на экране. Такую в полную меру. Я очень благодарен судьбе, что я работал в одном театре с таким замечательным, прекрасным человеком, великолепным актером, который, вы знаете, Путинович замечательно написал, да, вот, иногда даже не хочется идти на спектакль. Я его понимаю, потому что у меня тоже был период, когда не очень хочется выходить там в массовки и все. Но одна мысль, что ты встретишь человека, с которым хочется прообщаться, это влечет в театр. И вот это понятие, чем, что, чем, в общем-то, наверное, русский театр, я имею в виду тот театр, который был и сформулирован, особенно при советской власти, это театр-семьян, а в малом театре это было и до, и до, и до того, понятие родни. вот понятие родни в театре, это, по-моему, самое-самое главное. И все великие махатовские актеры, и это замечательное лучеиспускание, которое Константин Сергеевич придумал, это ведь идет от того, что люди настолько друг друга знают и понимают, про что они говорят, и за спиной каждого есть тот мир общения. и как жалко, если мы это потеряем, потому что это будет уже, к сожалению, совсем-совсем другое. И нам, вот Кирюшка, дает пример, и эта книжка, которая вышла, она дает нам такой познави, потому что это надо беречь, беречь семью, родню, любить друг друга и идти дальше. Спасибо. Спасибо. Правильно. Можно два последних перечитать? Конечно, пожалуйста. Вот эти два последних. Так, вот это. Первое, по-моему, правильно. А вот дальше, во-первых, там я неправильно сказал, но какое слово, не помню. Давай попробуем. В принципе, давай перечитаем. Ах, как она идет на цыпочку. Пошел. Иду. Можно. Ах, как она идет на цыпочках, на цыпочках, на цыпочках, а свежий снег помадкой сливочной скрипит под каблуком, а на душе играют скрипочки, ах, скрипочки, ах, скрипочки, и пахнет разогретой выпечкой и теплым молоком. На белоснежном платье свадебном, ах, свадебном, ах, свадебном, что шили для Москвы старательно. Метель и Новый год. Узор мы вышиваем тщательно, так тщательно, так тщательно. Ах, как она очаровательно на цыпочках идет. Остановитесь на минуточку, 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 пусть ветер дует в свою дудочку, приплясывая в такт. Я снова попадусь на удочку, на удочку, на удочку, влюблюсь в хорошенькую дурочку на тонких каблучках. Неожиданный финал. Давай, еще раз, божи. Поехали. Какая-то хитрость здесь. Ну-ка, давай. Давай, все, поехали. Давай. Я с детства хотел быть клоуном, но вот мечта избылась, жаль, только сердце надорвано, все выпрыгнуть торопясь. Но я же не фунт изюма, я еще дам дрозда. Жаль, только я стал угрюмым и нравится перестал. А может, рвануть по бабам или уйти в запой? Жаль, становлюсь я слабым наедине с тобой. А дома я так отважен, я бледно теряю вид. И жаль только змей бумажный сейчас за мной не летит. Лично я прочитал этот книг и я счастлив, что эта книжка вышла. Большая благодарность всем, кто сопутствовал этому кораблю. Вы знаете, говорили о дворянском происхождении Татьяны Петровны, а мне хочется вспомнить ее нянь, Маш, которую пишет Татьяна Петровна. я в свое время сказала, Таня, не делай никогда пяха ногой. Это означает, никогда не делай, не отталкивай от себя ногой то, что тебе предназначено, что ты сделаешь. И вот всю свою жизнь Татьяна Петровна этого пяха ногой никогда не сделала. Она все играла на полной отдаче и необыкновенно весело и постаралась, чтобы это как можно донести до сердца всех тех, кто в зале или самое главное, что завет самый главный в Малом театре это прежде всего обслуживание партнера. Как это ни странно, но это так, потому что есть такой миф, что артисты Малого театра занимаются только собой и больше ничем. из этой книги видно, что все корифеи Малого театра отличаются именно этим. И главная традиция Малого театра это постоянное творчество, оригинальность и движение вперед. Вот это движение вперед определяла всю жизнь Татьяна Петровна. Когда она выступала в Щепкинском училище на собрании посвященном Великой Отечественной войне, она вышла и сказала «Самое счастливое время для меня было это война». И все очень удивились этому, я удивился в частности. Когда я книгу открыл, я вдруг читаю такие строки. Позвольте мне прочитать, потому что здесь есть открытие этих слов, объяснение. Казалось бы, понятие войны и счастья несовместимы. И все-таки я в те годы была счастлива, чувствовала, что нужна людям. И не только в силу моей профессии. Поддержать наших бойцов, написать письмо, вовремя сказать доброе, ласковое слово, посочувствовать в горе, оподлить, передать весточку, ведь все это доставляло моральное удовлетворение, ощущение сопричастности к главным событиям в жизни страны. По-моему, эту всю, всю, всю свою жизнь она ощущала сопричастность. И то, что она рассказывает в этой главе про войну, что она рассказывает про солдат, которые подносили каждый раз на обед эту рюмочку, на котором было написано «Царица смеха». И она этот рюмку спирта всегда отдавала солдатам. Как она написала письмо, когда солдат отказывается от своей жены, потому что у него нет конечностей, когда на это письмо приезжает жена и забирает его к себе. То есть вот это непосредственное участие в жизни. Что касается актеров малого театра, с которым она работала, с которым считала своей семьей, в этом действительно не только загадка, но это тайна малого театра, потому что при всех родственных взаимоотношениях естественно есть некоторые трения и все, но все чувствуют себя здесь в своем доме. Вот что я хотел сказать и хочется поклониться всем тем, кто эту книгу создали и я так думаю, что она является не только книгой из истории малого театра, как она говорила, говорит, все хорошо, неба здесь, прекрасно, я счастлива, но нет здесь малого театра и малый театр не может переехать в Ленинград, поэтому я еду в Маску. Большое вам спасибо, что вы пришли, это действительно для нас большой праздник этой книги. Спасибо всем. Хочу вспомнить одного артиста, ушедшего недавно, это Кочеткова, когда Афанасий Иванович на своем юбилейном вечере сказал, что для него малый театр, что малый театр для него дом, а малый театр это история русского искусства, это дух русской нации, этот мост, который соединяет прошлое и будущее, и вот сегодня мы здесь находимся на этом действительно прекрасном мосту, который соединяет нас, соединяет всех вместе в один прекрасный дом, который называется малый театр. Ну, как поживаешь, Степан? Я что? Как ты, княжна, поживаешь? Часто ли вспоминаешь? Что ты, пьян? Нет, с чего мне? старую знакомую навестить пришел, покаляпать по-дружеству. Вывести его отсюда и сказать, чтобы вперед не пускали. Я сейчас слушаю действительно про великих мастеров, и я думаю, что же все-таки их отличало от простых артистов. Мне кажется, то, что они всегда хотели учиться, всегда хотели обновить свою профессию, какие бы они великие ни были, они не считали себя великими, это мы можем говорить о них так. Елена Николаевна Гоголева, которая называла Вилькину Наташу своей учительницей и говорила «учи меня, учи меня». И это постоянная работа. Ты видишь нашу нужду, переломи, Кирюша, себя, бери взятки, а я с тебе Богом умолю. Я каждый день буду ходить молиться за тебя. Маменька, маменька, да что такое вы говорите-то? Конечно, конечно, мать-то должна добро учить, да уж ты не прони меня, Кирюша, видя нашу горькую свету. Маменька, маменька, не мучай меня. Прости меня, Кирюша, прости. Душа-то у тебя какая чистая. Эх, маменька, нет, нет. Вы меня любите, вот вам и кажется, что у меня душа чистая. Да ведь стыдишься ты, братка. Был у меня стыд, а теперь уж нет, давно нет. Ну так отчего же бы тебе? Вы думаете, я не взял бы? Взял бы я, маменька, взял бы. Ну так и бери, бери, вот тебе мое благослови. Эх, маменька, взял бы я. Да не дают. Они все были удивительны в своем суверенитете. Николай Александрович Аненков, который в сто лет, выходя на сцену в роли Кришнина после спектакля, звонил мне часа в два и говорил, что ты делаешь? И говорит, да я вроде как уже заснул, а я работаю, я работаю над голосом, и вообще тебе должен сказать, чтобы тебя было слышно, кончик языка должен касаться неба, а когда так, тогда тебя будут Вася слышать все. Ну это так, может быть, ты пойдешь с твоим путем. После Верочки выступать такая очень трудно, потому что это такой такой боезе, такой монолог, который можно слушать и слушать. Вы знаете, я посмотрел фильм, и у меня удивительное ощущение осталось. Капитаны капитанами, они действительно замечательные, но какой экипаж. Это действительно так, слава богу, что там много очень отрывков из трех, можно увидеть и наших капитанов, и рядом тоже удивительных актеров, удивительных. Вообще, я очень благодарен тем, кто создал этот фильм, потому что он был сделан, если так в книге Алыча в свое время демократ замечать любовь как метод исследования. Вот этот фильм сделан с ненавидной любовью, с проникновением. И действительно, этот корабль, который ведет через вредь и время, как герой этого фильма, присутствует все время. Этот фильм не только для того, что вообще это фильм о нашей стране, о нашем времени. И чуть-чуть, я хочу сказать, грустно, потому что та фактура людей, которая была, она исчезла. И мы можем говорить, что вы хорошие артисты, но нет, нет, они человеческие были на том замесе, который нам только можно так предполагать. и вот как научно Хоменко всегда говорил, я смотрю назад в историю, а иду спиной, как пушки и будем ее заменять. И действительно, нам надо помнить, надо помнить все, что ты сделал, что сделали твои товарищи, именно в данное время, в данное время отстаивать те традиции. И действительно, если мы отстаиваем дерзко наши традиции по мумбийским революционным, то это так. Я говорю, это Томас Мастер. Я очень благодарю себя, принимаю участие в этом фильме. И я счастлив, что у меня была возможность тоже что-то сказать про экипаж и про Кабина. Спасибо. У нас с вами сегодня была возможность поклониться памяти великой русской актрисы Марии Николаевны Ермоловой. Я думаю, что этот день, этот вечер запомнится надолго. Потому что память Марии Николаевны в нашем театре, да и во всей нашей большой стране, это может быть одна из самых тех великих крупинок счастья, что мы можем знать, что мы знаем, что она была, что она есть. И она есть в этом театре. Из этого театра никто никуда не уходит. Они все с нами. И Мария Николаевна, и Александр Павлович Ленский, и Щеркин. Вот. Она точно знает. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И вы знаете, что для для нее, кроме театра, конечно, было самое главное это душевная чистота. Это самый лучший вид успеха для любого человека и для такой великой актрисы, как она. вот там на галерке были студенты, молодые, вещали «Браво!» Потом этот университет, через который прошли многие-многие замечательные люди России. И вы, сегодняшний зритель, и мы, сегодняшние актеры, помним и несем в своем сердце это великое искусство, актерское искусство Мэри Николаевна. Мы, поверьте, и вы знаете это. Этот театр артисты и все те, кто находятся за кулисами, мы помним ее, любим и знаем, что она здесь вместе с нами всегда. Мне хочется сказать и от всех артистов, мне хочется сказать, да что же это такое короткое понимание времени, так все близко. Вот сегодня на спектакле стоит Мария Николаевна Парламова, правнучка Марина Парламова. Спасибо вам! АПЛОДИСМЕНТИМ Я хотел бы поделиться своими ощущениями, когда писался портрет, в данном случае Мо. Это было ощущение удивительное в том смысле, что как помочь художнику ухватить ту грань между мной, как артистом, и персонажем, роль которого я представил. Наверное, это самое сложное, потому что в данном случае натура является плавающей, она не фиксирована, она представляет из себя какое-то некоторое облако. И я понимаю, насколько сложно для художников уловить этот момент, это пространство, которое может быть самое ценное в театре между артистом и персонажем. Потому что там лежит все, там лежит время, там лежит данная секунда времени, и что самое главное, там лежит тот чуй, который должен совпасть с чуем художника, с чуем артиста, в данном случае сидящего, как натура. Так это видно, где артист в портрете, а где артист в персонаже. Это видно. А как это можно отличить? Как это? Чем вам? Наверное, только чуем. Я не знаю как. Вот я, ну как, вот так вот. Это, наверное, не подлежит, это, наверное, какое-то слияние. А для больше жизни? Жизнь? То есть? Жизнь. 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 Вот тут сочетание, тут тот коктейль, который называется художественное творчество. Ну как? Это все вместе. Тем более мы же меняемся. Мы, он, играем спектакль «Дети солнца». Наш любимый спектакль. Этот спектакль настолько дорог нам, потому что там есть один вопрос. Люди должны быть. Люди должны быть. Люди должны быть. Это такое обращение в зал, к нам, ко всем, к тому времени, в котором мы живем. И вот этот перелом, в котором заключено все. И жизнь, и мир воображения, и самое главное, до какой-то степени конфликт между этим. Я очень хочу поблагодарить нашего замечательного Игоря Анатольевича. Дай Бог вам здоровья. Это замечательный человек. Господа, поверьте, это любимый человек всего театрального пространства. Спасибо. У нас сегодня в гостях президент компании «Сименс» господин доктор Меллер. Галерея несколько раз проводила выставки в этой компании. И недавно совершенно мы завершили очень интересный проект «Индустриальный пейзаж». И ровно год назад, даже чуть больше года назад, впервые мы промо-пера нашего театрального проекта провели в компании «Сименс». Вот хотел бы представить господину Меллера и вы благодарите его. А сейчас, пожалуйста, можно еще раз насладиться болотами и, пожалуйста, поделить бокал шампанского за успех проектом. Мы с вами очень давно знакомы. Малый театр, потому что из всех театров московских, конечно, самый радушный прием и самое активное соучастие в этом проекте, это, конечно, актеры Малого театра показали для нас. И площадка очень интересная, где можно работать и создавать вот такие замечательные работы. Ну и потом, конечно, ведь такой репертуар уникальный. Для нас артистов в этом проекте есть замечательная возможность еще раз порепетировать. Как ни странно, но это так. Потому что просто сидеть как натурщик, как просто модель, естественно, здесь было просто невозможно. Во-первых, требовательности художников, которые, надо сказать, при всей своей молодости, но имеют определенный опыт. Но и с другой стороны, что как бы войти в персонаж и представить его так вне диалога, а как бы в монологе, это тоже является проверкой, а все ли было правильно сделано. Потому что держать персонаж вне действия, а просто в пространстве, это, конечно, очень сложно. Но в то же время в этом есть определенный смысл, так как ты начинаешь проверять, насколько воздействует на тебя персонаж, как образ, и как образ воздействует на тебя. – Настя Иванович, на выставке поставлены работы двух художников. А что вы можете сказать об одном и о втором портрете? – Вот мы стоим перед поцветом, да? – Да, Ирина Галинович, художница. – Я должен сказать, так как это было по времени, по времени довольно долго, все-таки это было часов шесть, наверное, два часа, и практически без перерыва, то я, например, ощущал, когда персонаж уходил, просто я оставался один, и просто хотелось, так сказать, сидеть и думаешь, ну вот меня пишут, меня пишут, да? Потом вдруг он подходил, снова возвращался, теснял. Вообще этот диалог, я скажу, был очень интересный. Но оба эти портрета мне, они очень нравятся, потому что они, так как персонаж Протасова сам по себе довольно сложный и довольно такой видоизменяющийся в результате. И поэтому здесь есть два момента. Здесь момент более, так сказать, одержимого, как бы ученого, который пытается изобрести этот ген человечества. А там более растерянно и более, более пытающийся осмыслить то, что происходит вокруг. Вот там идет, а люди должны быть, люди должны быть. Мы тут недавно встречались с Адольфьем Яковлевичем, постановщиком спектакля, и вспоминали то время, когда выпускал спектакль, когда спектакль, когда работался, этот спектакль, и вот жалко, что его нет здесь, на этой выставке, потому что ему было бы любопытно посмотреть. Вообще для театрального человека, и не только театрального, но и для зрителя даже, эта выставка и галерея, это очень-очень интересно. И потом мне очень нравится, что здесь много молодых актеров в ролях. Это очень, потому что, ну, так сказать, когда видишь Васильева, ну, мастер, конечно, ну, все понятно. И, кстати, очень хороший портрет я. Спасибо вам большое. Спасибо. Прошу вам, спасибо за этот праздник.